Всем ещё раз доброе утречко. Да, время ещё 11. Ну, тут у меня уже на завтра. Завтра 1 ноября. Сегодня 31. Люди сегодня Хэллоуин отмечают, да, 31 у нас. День всех святых. Так, фарш размораживается. Чуть попозже котлеты сделаю. Так, картошка есть. Сделаю картошку толчёную, котлеты. И ещё, наверное, капусту потушу. Лук, морковка есть. Капуста есть. Хотела волосы покрасить. У меня тут краска меня дожидается. Золотистый кофе. У меня аж тут 5 штук. Хотела волосы покрасить. Воды нет. Ведь холодные вообще нет. А горячая вот так вот капает. В общем, кое-как набрала горячий. Приходится даже пить горячую. Налила вот горячей воды фильтр. Она ещё тёпленькая. Чайник скипятила, чтобы хотя бы кипячёная вода была в доме. Налила ведро воды. В туалете поставила. Тоже горячая. Коё-как убралась, короче, в квартире. Воды нет холодной. Холодной воды нет. Горячее ведро набрала. Порошочка насыпала. Хотела пропылесосить. Думаю, сейчас быстренько с пылесосом пробегусь. Потом тряпочкой мокрой протру пол. Смотрю пылесос. Он что-то у нас, значит, это... Не закрывается крышка. Кто-то открывал. Странно, куда-то мешочек делся. Там был тряпочный мешочек. Если там бумажный пакет внутри пылесоса, если бумажный пакет, то можно выбрасывать. Но там был мешочек матерчатый. То есть он не выбрасывается. Его можно вытрясти и постирать. Куда-то делся мешочек. То есть то ли кто-то выкинул, не сообразил, что это от пылесоса мешочек, а не бумажный. Мешочка, короче, нет. Но в крайнем случае можно и так пылесосить. Там пыль внутри соберётся, потом вытрясешь. Вот. Так он не закрывается. Что-то сделали. Крышка не захлопывается. Крутила и так, и так. Ничего не пойму, почему. Кто его там разобрал, кто там ковырялся, кому делать было нехрена. Вот не знаю. Будем выяснять. Он был в рабочем состоянии. Нормальный пылесос был. Что с ним сделали, непонятно. Ладно. Ну, значит, смотрю, горячая вода кое-как льётся. Решила подместить хотя бы мокрой шваброй, мокром веником. Подмела. Пыль собрала. Вот это вот то, что летает. Вот эта шерсть кошачья. Ещё какая-то труха. То ли от когтеточки, то ли ещё чего-то. Там, в общем, подмела кое-как мокром веником. Помыла пол, протёрла. Ведро воды вот горячее набрала. Трапку кое-как прополоскала. Там горячей водой. У меня аж руки все красные. Вот то, что горячей водой ковырялось тут мыло. Ну, короче, кое-как убралась. Пыль протёрла, пробежалась по квартире. Пыль смахнула со всех полок. Правда, там ещё кое-кде осталось. Ну, ладно, это в следующий раз. Потому что, ну, нет воды. Как убираться? У меня и так руки вот все сожгла кипятком. Вот сейчас, если готовить, тоже проблема. Ну, немножко воды есть. Можно поставить картошку варить. Можно котлеты сделать. Я ещё хотела капусту потушить. Ну, в принципе, хорошо хоть какая-то есть вода. Хотя бы горячая чуть-чуть льётся. Ну, у нас там где-то под раковиной ещё две или три бутыли воды стоят. Мы заказывали, когда воды не было. Я даже не знаю, сколько там в одной бутыли. Десять литров или двадцать. Ну, такие огромные бутыли. Когда как-то не было у нас воды два дня, мы заказывали. У нас ещё, по-моему, две бутыли не открывали, а третью, третью налили простую воду из-под крана. Ну, так на всякий случай. Чё-нибудь, вон, хоть туалет смывать. В общем, проблема. Не знаю, что случилось с утра пораньше. Вот я проснулась пол восьмого. Уже воды не было. Кое-как вот этим кипятком умылась немножко. Хоть проснуться. Кремом лицом намазала, вроде проснулась. Ну, короче, прибралась немножко, проветривала здесь всё. Пока я убиралась, немножко проветрилась. Балкон там открыла. Балкон застеклённый. На кухне немножко щёлку открыла, проветрилась тут всё у меня. Ладно, слава богу, в квартире более-менее чисто. Можно неделю не убираться. Так, ну, какие у меня сегодня, на сегодня планы? Чё-то я не помню. По-моему, у меня там чё-то гладит лежит постельное бельё, что ли. Короче, вот эта гора лежит. Может быть, я сейчас ей займусь этой горой. Поглажу бельё. Потом. Или уж сразу готовкой заняться. Даже не знаю. Готовкой заняться, блин, я сейчас протирала пыль. Чё-то там сделала с телевизором. То есть, телевизор сзади протирала пыль. И он у меня теперь не включается, не работает. Не знаю, что я там сделала. Посмотрела все провода. Вроде ничего я там не повыдёргивала. Почему не работает, непонятно. В общем, телевизора на кухне нет. А я обычно, когда готовлю, ну, какую-нибудь передачу смотрю, а просто так вот, в тишине, как-то уже непривычно. Можно, конечно, радио включить. Вот здесь на часах приёмник есть. Можно музыку послушать. Радиодача, например. Там хороших бывают песенки. В общем, так. Из самых таких необходимых вещей. Короче, мне надо что-то всё поесть сварить, покушать. Котлетки сделаю. Картошку сварю. Капусту потушу. Можно было рис, но у меня там капуста лежит. То есть, из неё тоже надо что-то сделать. Ты картошку давно не ели. Картошечки хочется толчёной. На работу возьму. Может, сделаю ещё капусту тушёной немножко. Будет такой двойной гарнир с котлеткой хорошо. Пельмени лежат в морозилке. Там три пачки, по-моему. Можно, когда вот так готовить лень, можно быстренько поесть. Вот такие, ребята, дела. Воды нет, но я героически всё равно сделала уборку в квартире. Ну, так что невозможно в такой пыли сидеть. Я уже неделю не убирала. Сегодня уже крайняк. Думаю, надо обязательно. А воды... И вот всегда жизнь вносит свои коррективы. Только я запланировала уборку. Нет воды холодной. Вот как уборку делать? Ну, кое-как убралась, ладно. Уже просто откладывать уже нельзя было дальше. Ну, прибралась. Вот дышать даже легче стало. А то я тут уже даже таблетки не помогают. Это аллергия на пыль или на шерсть, на кошачью. Вчера вечером таблетку выпила от аллергии. Ну, она вроде как одна в сутки. Нифига не помогает. Нет, вернулась к тавигилу, от которого меня сон тянет. Ну, потому что чувствую, что вот сейчас думаю, буду уборку делать. Я тут вообще вздохнусь от этой пыли. Выпила тавигил. Вот тавигил хорошо помогает. Единственная проблема, от него сон тянет. Но дома-то ладно. Я всё равно сегодня ран встала, не выспалась. Надо будет днём часок поспать. Ну, просто встал пораньше, чтобы уборку сделать. Ох, что у нас тут. Я тут увидела Мурманск. Сын ездил в Мурманск два раза. По месяцу там жил. По-моему, летом даже пару месяцев он там был. Где-то они там с друзьями в палатках жили на горе где-то. Так, вот Мурманск, Северное Сияние, тоже Мурманск. А вот Белые Медведи, Мишки, Мурманск тоже сын привозил. Так, Выборг, это мы были в Выборге, тоже Выборг. Кёнигсберг, это Калининград. Гагра. Из Гагра привезли. В Гагре были. В этой Абхазии. Ну ладно, где мы только не были в этом году. В Сочи были, и в Абхазии, и в Башкирии я была на родине. И Пятигорск. А вот, где Пятигорск? А вот Пятигорск. Пятигорск-провал. Пятигорск-Смольный собор мы заходили сюда. Тоже Пятигорск, Северный Кавказ, Пятигорск, Золотая Арфа. Это вот здесь на горе Машук. Эльбрус, Северный Кавказ, красотища. Где-то вот Кисловодска нет. Почему нет Кисловодска? Мы же были, что-то у нас все магнитики Пятигорск. А мы же были. Так, Киса, давай бросим погоню, бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар. Странно, я только сейчас заметила эту смешную. Каргополь откуда-то появился, даже не знаю, откуда он у нас. Где-то такое находится. Тут вот еще Горный Алтай. Самару вот я в этом году привезла. Эльбрус. В Керчи я еще не была. От месяца два юра привозила. Керчь, Одесса, Крымский мост. Нет, это не Крымский мост. Хотя Крымский мост тоже где-то есть. Только я не помню, где. Тут полно всяких магнитиков. А, вот Абхазия. Абхазия, 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 Новый Афон. Даже из Турции магнитик кто-то мне привозил. Которые выцвели, уже скоро буду выбрасывать. А вот я ездила до Либей, Надеждина, Аксакова. А где Приютово? Где-то у меня есть поселок Приютово. А вот Приютово она уже выцвела. Надо новый купить. Ой, еще такой рачок есть мне кто-то дарил. Рачок Рига. Не знаю, кто привез из Риги. Племянница, что ли. Ой, много тут чего интересного. Вот эти из Крыма в прошлом году, в сентябре, в Крыму были. Выцвели уже мы с Фиолент, Фиолент. Вот Севастополь, Балаклава, Балаклава, Ялта. Мы, конечно, не везде были. Некоторые магнитики подарены просто. Привет из Перми. Вот откуда этот магнитик, понятия не имею. В Перми никто не был. Так, ну ладно, ребятки. Как там погодка на улице? Плюс два или плюс три. Чуть-чуть потеплело. Снежок прекратился. Давайте выглянем. Вот так хорошо на улице. Ну, естественно, уже дело к зиме. Ой, теперь постоянно тут будет налить. Теплее уже не будет. И так уже плюс три почти. Вот такая она поздняя осень. Листья еще не все облетели. Рыжие. Через месяц вообще голые деревья будут. Такой первый снежочек такой. Глажненький, мягенький, такой приятненький. Дальше не знаю, что будет. Ой, холодно. А я уже подкашливаю, поэтому лучше не высовываться. Всегда так говорю, все равно высовываюсь. Ну, потому что... Ладно, не буду высовываться. Не дай бог сейчас болеть. Так, ладно, ребятки. Что ж мне делать? Чем заняться? Готовкой? Или белье погладить? Какую-нибудь передачу по телевизору посмотреть? Сейчас полдвенадцатого Скобеева начнется. Или белье сначала погладить, потом готовкой заняться? Так, ладно, ребятки, пойду я делами займусь. Всем пока-пока.